Это выражения польские, которые не совпадают с русским языком. Ну, смотрите, мы, например, улыбаемся кому-то, да, мы улыбаемся кому-то, а вот поляки, у них по-другому, они добавляют предлог до. До мамы, всегда до, в случае улыбаться, ущмехать чем. Дальше, следующее, немножко посложнение. Вот у нас поздравлять кого-то с чем-то, с юбилеем, или с какой-то заслугой, или с днём рождения, с рождением ребёнка и так далее. А у поляков это всё делится на две части. Первая часть – это то, чего мы не заслужили, что пришло само. Например, праздники, день рождения, именины и так далее. А вторая часть – это то, чего мы добились какими-то усилиями. Докторская защита, какая-то там степень, не знаю, какие-то успехи в науке, в учёбе, в работе. Ну, что ещё? В общем, то, чего мы… Ага, победа на соревнованиях, естественно. В общем, то, чего мы добились. Так что здесь нужно всегда произвести какую-то умственную работу и посмотреть, мы этого добились или это само пришло, да? Вот если оно само пришло, тогда мы говорим «зложить жечение». Я зложила ему жечение, бо он ма уроджине. Вообще-то в идеале нужно сказать «зложила ему жечение з окази уроджин» по поводу дня рождения. «Зложила ему жечение з окази именин». «Зложилищ мы им жечение з окази юбилеушу». Альбо «рочницы шлюбу». «Рочница шлюбу» – годовщина свадьбы. Итак, когда что-то происходит само как бы собой, то тогда мы делаем вещь такую следующую, которая называется по-польски «зложить жечение». Трудно переходить з одного языка на другое быстро. «Зложить жечение». А вот если мы чего-то добились, если у нас заслуги, тогда совсем другое дело. Тогда нужно «гратуловать» или «погратуловать». Альбо «зложить гратулации». Но это редко. Чаще всего «погратуловать». «Погратуловајм му звыцијство». «Достајм гратулакје». «Достајм гратулакје». «Зложијм му гратулакје з окази признання stopня докторскјего». И так, «погратуловать». «Погратуловајм му сукцесу». «Я поздравил јву с успехом». «Погратуловајм му сукцесу». Дальше. Следующее. «Встретить на вокзале». Вот у нас есть такое выражение «встретить на вокзале». Это мы имеем в виду очень часто, что кого-то подождать и потом забрать его с этого вокзала. А у поляков нет. Вот если в настоящем времени, то у нас «она чека на чебе на дворцу». «она чека на чебе на пшестанку трамвајовым». «Тата чекал на них, на пшестанку аутобусова». Это типа «ждать». Мы тоже можем сказать «ждать», но у нас чаще выражение «встретить», «встречать». А вот если «забрать кого-то», потому что у нас слове «встретить» и элемент «забрать», и элемент «ждать». А вот «забрать кого-то» по-польски будет «одебрац». Причём можно забрать кого-то и с вокзала, и с детского сада, и откуда-то там, с трамвайной остановки. Вот сейчас я вам скажу на примерах. Он «одебраў их на дворцу». Он «одебраў их на дворцу». На дворцу. Он «одебраў го з прцедскола». Она «одебраўа го з пристанку трамвајовэго». Она «одебраўа го з пристанку трамвајовэго». Мы «одбежемы вас спод склепу». Вот такие вот вещи. В следующий раз мы тоже будем говорить о конструкциях, которые в русском и в польском звучат по-разному. Итак, всего хорошего. Серёгинский склад закрывает свою работу, заканчивает свою работу. С вами была Серёгина Светлана. Пока-пока, до новых встреч.